Вадминтонная лига у нас уже проводится третий год. В этом году принимали участие 122 школы города Харькова. И около 700 детей участвовали в этих соревнованиях. Проводилась она с понедельника по среду в школе высшего спортивного мастерства по районам. Три района в день отдельно разыгрывали места в своих районах. И сегодня победители районов разыграют уже первое место в городских соревнованиях. В команде минимум 4 человека. Если нет 4-х человек, это там несколько будет пропусков. В команде 2 старших должно быть, мальчика, девочка и младший мальчик, девочка. Играется так. Вначале играются все одиночки. Даже если будет счет 3-0 между командой, играется четвертая одиночка. Если счет становится 2-2, то играется финальная игра. Микс. Это мальчик с девочкой. Все играется одну партию до 31 очка. Без продолжения. Тут просто вот, грубо говоря, играют школы в школы. Первый тур это за выход 8. Потом ты играешь за выход 4. Полуфинал. Если ты проиграешь полуфинал, ты играешь за третье место. Выигрыш и играешь в финал. Среди детей соревнования, на мой взгляд, очень популярны. Но, во всяком случае, никто не ушел с камнем на сердце. Да, есть проигравшие, есть победители, но все получили определенный заряд энергии и познакомились с этим прекрасным видом спорта. Все одиночки, которые я играла, это были игры, ну, на уровне, на которые ниже меня. Поэтому, как бы, про них ничего особого не сказать. Вот сейчас я только что закончу на игру с Настей Прозоровой. Эта девочка кандидат в мастера спорта. Мне было очень с ней приятно сыграть и понять, на каком уровне играют кандидаты в мастера спорта. Я реально понимаю, что скоро я ее буду обыгрывать. Я очень довольна. Это была хорошая игра. Мне море позитива доставило. Я поняла, над чем мне нужно работать. Я вот сейчас стараюсь заниматься профессионально, потому что, как бы, ну, вот мне это нравится чисто как игра. Просто получаешь удовольствие, когда вот просто бегаешь, вот держишь все валаны. Просто получаешь чисто удовольствие, играешь для себя, для того, чтобы вот тебе нравилось. Не для того, чтобы там, чтобы там выиграть или проиграть, а вот независимо от того, от результата, просто играть для себя. На самом-то деле, это сложно. Это, ну, не так легко, как кажется. Это не просто, как бы, игра на улице под ветерком. Это действительно очень, вот в нем, как охарактеризовать, это очень скорость большая, вот, зрелищность. Это просто настолько захватывающе, настолько, вот, круто, что вот, ну, просто нету слов. Падминтон вообще спорт, я бы сказал, уникальный. Почему? Во-первых, он не требует большого пространства. Во-вторых, он не требует большого количества людей. Особенно, если это небольшие школы, там, в сельской местности, ну, на уроке физкультуры. Ну, чем заниматься? Конечно, бадминтоном. Очень многие врачи-офтальмологи рекомендуют заниматься бадминтоном детям, у которых есть какие-то проблемы со зрением. Потому что, вот этот движущийся валан, он тренирует глазную мышцу, и даже вот в медицинских целях этот вид спорта тоже очень полезен. Он сочетает в себе все, что необходимо для занятий спортом. Скорость, выносливость, силу. Ну, и самое главное, надо, чтобы работала голова. Я считаю, что для школы это немаловажно. В школе я начала заниматься бадминтоном 2-3 года назад, точно не помню. Я теперь стараюсь свою школу представить как можно лучше. Потому что, реально, наша школа, она очень полнится бадминтоном, и там, как бы, самый лучший спорт – это бадминтон. Мне, на самом деле, очень нравится школьная лига, потому что, ну, вот много людей, много детей могут попробовать себя в чем-то новом. Вот на данный момент в бадминтоне, и вот около полутысячи человек из Харькова, вот просто, ну, не спортсменов, не спортсменов, просто учеников, они, на самом деле, попробовали себя как, ну, вот в бадминтоне. И вот, кто знает, может, половине им очень понравится, и они вот пойдут, и у нас в Харькове будет больше спортсменов, будет больше, ну, а потом в будущем уже больше спортсменов, там, европейского, мирового уровня. За счет этой школьной лиги мне очень нравится, как ее все в этом году провели. Везде есть судьи, они в красивых костюмах, они вот делают все, чтобы нам было бы комфортно. Как бы, еще три дня назад это была школьная лига, которая просто за выход сюда. Это был этап школьной лиги, а это же этап городской. Это все школы в городе самые лучшие соревнуются здесь. Мне очень хочется победить, показать, что наша школа лучшая. Это такой междоусобчик, когда ты просто оцениваешь свои силы на уровне, и как бы ты играешь за школу, которая тебе важна, ну, для меня, например. И ты как бы играешь и понимаешь, это ты не только для себя играешь, но и для школы, для результата школы. Вы знаете, говорят, инициатива наказуема, и у нас теперь изъявили желание и преподавателей физ. воспитания поучаствовать в подобных соревнованиях. Так что мы теперь рассматриваем вопрос, как провести соревнования и для них. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok